Сегодня я покажу вам свой автомобиль. Занимаясь автозвуком, я пришел к тому, что можно что-то продавать и об этом рассказывать, только когда ты имеешь звук в своей тачке. Если у вас иномарка, вы говорите, я хочу оставить штатный магнитол. Друзья, тут надо выбирать или классный звук, или штатная магнитола. Я решил попробовать разные динамики. Вот так сделаны сетки. Мы в этом году выбрали вот данную фактуру. До этого в конструкции стояли другие динамики, и данный динамик туда не входил. Сейчас я расскажу про все-все-все вообще нюансы использования системы. Здесь идет усилитель вот этот мостом на динамике 25-ки, то есть система за 330 тысяч рублей. Я не посчитал еще динамики, 350 тысяч рублей бы, потому что у нас же еще есть луха, друзья, я сейчас вам ее отдельно покажу. Эта тачка еще и валит. Ребята, привет! Уральскую пятерочку. Вы находитесь в магазине Автокаста. Меня зовут Алексей. Вот это магазин Автокаста развиваем. Мы с ребятами, у нас команда. Вот мы развиваем позитивный магазин автозвука, чтобы вы, кто увлечен автозвуком, занимались этим позитивно. Автозвук это не, как сказать, не грусть, а это радость. Поэтому сегодня я покажу вам свой автомобиль, потому что, занимаясь автозвуком, я пришел к тому, что можно что-то продавать и об этом рассказывать, только когда ты имеешь звук в своей тачке. И пользуешься им постоянно. И зимой, и летом, и осенью, и заряженные автомобили, и не заряженные, и так далее. Поэтому у меня Elantra 2018 года производства, или 2019, вот, шестое поколение, коробка механика, но плюшек разных много в ней есть. Это я прям от этого обалдею. Груз-контроль на механике, да, двигатель 1.6 стандартный, я вообще фанат Elantra, поэтому решил себе вот этот автомобиль. Но изначально был он приобретен, вы можете увидеть на канале наш обзор в нескольких уже вариациях музыки, которая здесь была. Но сейчас уже такая, ну, уже пред-пред, такая пред-максимальная система, которую можно собрать в автомобиле. Но это не точно, потому что есть уже задумка тыл собрать, Паш, задние двери, то, что я хотел комплект белый-русский. Да? Ну, а что нет-то попробовать, это же прикольно. Ну, ладно, пойдемте, погнали. Держи уральскую пятерочку, да по рукам. Суета по городам, движа ждет толпа. Поднимаются ролеты гаража. Вы все еще спите, тогда мы едем к вам. У вас 14-й модели на бананах, двина ХДСТ, Elantra на Спартак, гоним на торговый центр Демокары, на ежегодный фестиваль автокаста в Челябин. Есть у многих, у вас очень такая трудность, то есть при сборке акустической системы, если у вас аномарка, вы говорите, я хочу оставить штатный магнитол. Друзья, я тоже за, но тут надо выбирать или классный звук, или штатная магнитола, потому что штатный магнитол не дает такого звучания, как самый минимальный Пионер или самый минимальный Алпайн. Ну, я про Кен вот GVC не могу ничего сказать, не пользовался, но ребята пользуются, говорят, неплохо. Но по звуку Пионеры Кен вот это реально топчики вообще. И также, что здесь произошло, я недолго думая взял, приобрел вот эту рамку. Паш, давайте начнем с головного устройства вообще здесь. Вот эта рамка, это дополнительно рамка, установленная в этом автомобиле. Здесь у меня появился вот такой вот кармашек, я не знаю, зачем он здесь сделан. Вот туда ничего не положить, но выглядит зачетно. Все как штатка, выглядит вот эта рамка. И, соответственно, стоит 99-й Пионер. Ребят, модель DEH PRX99RS DEX. Она с диском, модель. У нее есть флешка, есть AUX 2,5 мм, вот она на панельке находится. Снимается панель, такой привод интересный, есть диск, нет блютуза. Но я уже пользуюсь ей, блин, почти, сколько, больше года. Вот никаких трудностей не заметил в плане отсутствия блютуза. Этого здесь как бы, ну, не нужно. Но это, я считаю, один из самых топов по музыке, который бывает. Он сейчас стоит 60 тысяч рублей, этот аппарат. Я помню, мы когда открывали магазин, мы продавали их тысяч по 30. То есть разница вот такая в цене выросла. Знал бы я тогда, я бы, конечно, может быть, вложил, если были средства, и купил бы их побольше. Но так вот происходит, все растет. Этот аппарат стоит своих денег 100%. У меня вся система на нем завязана с этого головного устройства. Я постараюсь сегодня вам подробно рассказать, чтобы вы вообще кайфанули от этого обзора. Теперь я покажу подкапотку. Давайте немного уделю внимание именно охраной системе. Вот. Это очень важно. То есть так как я автомобиль ставлю во дворе, а не на парковку. И было важно. Starline. Вообще, я изначально-то и поставил Pandora. То есть поставить Pandora, для меня это более надежная система. Здесь у меня стоит Pandora с Bluetooth. Система управления в телефоне. Маленький брелок Bluetooth есть. Также стоит блок подкапотный и замок капота. Пойдемте покажу. Вот сейчас я открыл капот. Вот электромеханический замок капота. Когда автомобиль в движении, вот сейчас он запущен, но я на нем еду. Капот разблокирован, его можно открыть. Потому что ситуации бывают разные. В дороге нужно под капот залезть. Он не заблокирован. Но когда машина под охраной, эта блокировка стоит. И капот с ручки салона открыть нельзя. Он откроется, но вы не сможете его открыть. Это будет заблокировано. Это вот такая у меня охранная система стоит. Наполнительно замок капота. Я им доволен. Работает исправно. Ни разу я не испытал каких-то трудностей и нареканий. Ни разу вообще. Дальше поехали. Генератор стоит штатный. Честно вам скажу, не знаю, сколько он здесь идет. Как сказать, номинала. Потому что, я думаю, 100, 110, может 120. Потому что, так как он здесь есть, и смысл вникать, сколько он есть, я не вижу в этом смысла. Но есть в мыслях установить дополнительный генератор ТСА на 320 Ач, как везде, чтобы было больше питания. У меня сейчас есть в этом потребность. Не сильно, но уже имеется. Дубляжей с генератора нет. И получается идет у меня, смотрите, кабель 2G через колбу Dynamic State. Брендовый кабель идет уже в салон, соответственно, через технологическое отверстие. Двойка приходит в салон. Двойка. То есть, питание у меня обеспечивает 4 усилителя. Кабель 2G. Это бренд. Я доволен этим кабелем. Он у меня стоял в другом автомобиле. Я не чувствую отсутствия или как бы какого-то нехватки питания. Отдает он офигенно. Скажу так. Вот, кстати, вон там можете показать, куда уходит кабель. Плюс и минус. Вот оно, технологическое отверстие. Вот здесь. И там, получается, мы завели силовой кабель. И уже увели его по салону в багажник. Все, под капоткой здесь рассказывать больше нечего. Стоит штатная кислота 65 Ампер часов. Менять пока я не планирую. Все работает исправно, классно. Мне все, в принципе, нравится. Все, под капотку показал. Это что основное. Дальше поехали. Было несколько систем фронта разных. То есть, по фронту я вообще тащусь. Скажу так. То есть, изначально я в другой машине ставил 16-чик с переходником по 20-чик. Я решил попробовать разные динамики. То есть, 16-ый и 20-ый. Чтобы понять, какие мне действительно больше нравятся, какие интереснее. У меня в машине был такой подиум. Он сделан был из тековолокна. Но было кольцо, чтобы можно было поставить 16-ый динамик, послушать какое-то время. Потом убрать и поставить 20-ый динамик. И понять, какой же все-таки диапазон интереснее. 20-ки, конечно, для меня показались очень клевыми, интересными. Я решил на них собираться дальше. Дальше были 3,20-ых динамика. Две середины. Мидбас и пищалки. Все говорят, что мидбаса должно быть много. Я не говорю, как все. Я сам экспериментирую. Пробую. Мне нравится именно так. Мне нравится больше середины. Я считаю, что мидбас должен добавлять. Если хороший мидбас, он вам добавит низких частот, низкого регистра. Но по мне серединок должно быть больше. То есть, по логике вещей, как все говорят, нужно было сюда ставить мидбасы. А сюда, по идее, середину. Но у меня другое понимание именно звука в машине. Вообще автозвука. То есть, систему с тремя двадцатками, двумя рупорами я попробовал. Пользовался год. После этого было принято решение собраться на 25-ых динамиков. Это уже 25 сантиметров. Уже другой совсем размер. Две двадцать пятки, два рупора. Тоже попробовал. То есть, была вообще придумана данная компоновка. Не сразу. Были разные коллаборации. Но придумано это как бы командой. Человек, да, несколько было обсуждений разных. Я вот к такой компоновке пришел. И спасибо Михаилу. Миш, тебе огромный респект. Миша старается. Он занимается тем, что изготавливает вот такие вот подиумы, карты и различные конструкции в автомобиле. Короба и так далее. Это реально идеально. Смотрите, объясню, что здесь идеального. Вот, кстати, вы видели. Паша может добавить обзор на прошлый год у меня был. Там был в синем цвете, вот в таком автомобильном покрашенной сетке. Давайте я вам покажу даже. Сейчас это не до конца завершенная конструкция. Почему? Объясню. Вот эти вот уберутся, все крепления на магниты. Здесь будет стоять закладная, в которой будет ставиться такая, ну как такая, как сказать, кругляшок такой, который будет размещен здесь. Они будут плотно заходить и плотно выходить. Вот так сделаны сетки. Мы в этом году выбрали вот данную фактуру. Она мелкая, сота. И вот это кожа. То есть это МДФ. Сверху он заклеен кожей. Такая фактура кожи. И покрашен вот в серебристый цвет. А до этого был синий. Вот я сколько, неделю езжу немного, если задеваешь, видно. Но это все мы доработаем. Вот так выглядит сама карта. Динамики встают четко, плотно. И на мероприятии, недавно были мы в Екатеринбурге, я одни динамики открывал, а другие были закрыты. Это смотрится интереснее, скажу так. Это вот для себя, чтобы сетка плотно была и так далее. А вот так они смотрятся вообще намного интереснее. Скажи же, или нет? Когда они упали, ты ржешь? Ну, неправда. Они сами вылетели. Нет, ну мы их могли поставить на самом деле. То есть было как, я участвую в классе концерт, на МТС такой класс, это когда судья стоит и слушает свой диск и понимает, что ему нравится или нет. И когда у меня в автомобиль играл этот диск в классе концерт, сначала одна сетка упала, потом вторая сетка упала. Ну, сделали в попыхах. Вот смотрите, скажу так, вот небольшие кусочки карпета для того, чтобы они были уплотнены. Здесь нет крепления, они будут, ребят, в ближайшее время. И так же будет подсветка. Вот. Смотрите, какое решение сделано для кнопок. На мероприятие ребята подходили и смотрели, это реально клево. Это как штатные кнопки. Все кнопки находятся здесь, это открытие окон, все работает, все открывается. Блокировка открытия окон, блокировка центрального замка, стеклоподъемники, фотостеклоподъемники, зеркала. Все работает офигенно. Причем эта кнопка, она пересена была с ручки, понимаете? То есть, вся колодка была перенесена сюда. Ручка осталась штатная. Здесь была пищалка, ее нет. И мы уголки тоже обычно красим вот в цвет сеток. Вот так это все смотрится. Ну и вот эта ручка, вот эта ручка вообще с мебельной какой-то фурнитуры. Это не с мебельной фурнитуры, но здесь она идеально смотрится и за нее удобно закрывать. То есть, дверь закрываю вот за эту ручку. Давайте покажу вам 30-й динамик. Тут тоже отрезана подсветка, потому что будет новая подсветка. И так выглядит динамик ДСТ. Он называется, АПВР называется 300. Вот, это 30-й динамик, 30 сантиметров. Это уже как, в принципе, маленький сабик. Вот. Это динамик низкоиграющий. Мидбас его, ну, хотелось поставить, потому что реально интересно, как он звучит. Он реально добавляет нижнего регистра. Мы сейчас это все послушаем. Смотрите, по какие-то моменты озвучить. Нюанс. До этого в конструкции стояли другие динамики. И данный динамик туда не входил. Пришлось, смотрите, Михаил что сделал, он снял слой сетки, чтобы сетка заходила ровно. То есть, динамик мы маленько сюда вынесли. Так как он в моторчик упирается, стеклоподъемника в данной двери. Все, пока сеточки стоят, я думаю, на этой неделе будет завершенная конструкция с подсветкой. Так, давайте нюанс по дверям расскажу. Год стоят динамики. Показываю. Так, год стоят, дверь закрывается четко. Без проблем. То есть, дверь не надо топить или прикрывать, да. То есть, по весу, что добавилось по весу, расскажу. Сама карта весит килограмм, наверное, я думаю, 8, не более. Потому что там почти все полости вырезаны, да. Вот эти динамики весят килограмм за пару. То есть, по полкило. То есть, 8, 9, 10, 11. Ну, 11-12 килограмм добавилось на дверь. В принципе, не так много, на самом деле, как это обычно бывает. Там мощные динамики. Поэтому я выбрал именно спарту неодимовую. Это был очень важный момент в этом. Ну вот, все, дверь закрылась. Легко и просто. Так, давайте покажу с салона, как это выглядит. Еще нюанс. Зачем делалось вот так? Обычно, когда собираем накладные подиумы или карты, динамики, когда ты едешь в салоне, играют тебе в сидушку. У меня этого нет. Вот смотрите, здесь конструкция, она доходит до сиденья. То есть, все динамики, они направлены в салон, играют в тебя, не играют в сиденье. Дальше, как ездить? Офигенно. Появился новый вот такой вот подлокотник. Гоняю до Екатеринбурга, обратно. Очень часто бывает там по 300, по 400 км. Монтогор сгоняли там 350 туда, 350 обратно, 700 в день. Все комфортно, все нормально. Коробка механика, круиз-контроль, мне вообще комфортно в данном автомобиле находиться. Никаких там нареканий я не испытываю, честно скажу так. Дальше. Магнитолу мы показали, фронт показали. Мне фронт абсолютно нравится. Я сейчас расскажу по подключению, как что идет, какие усилители приходят и так далее. Сейчас мы все дальше посмотрим. Задние двери. Здесь у нас, о, блин. Здесь у нас зашумлены двери, стояли штатные динамики, их сейчас здесь нет. Здесь ничего нет, двери легенькие, но прошумленные. Все, здесь была штатная акустика и нет. Полностью целый салон. Сзади вдвоем, пожалуйста, втроем можно гонять без проблем. Места в Элантре много. Почему я Элантру, кстати, выбираю как автомобиль повседневный? Потому что места там очень много. Сейчас я расскажу про все-все-все вообще нюансы использования системы. Теперь охота показать вам, как расположены усилители. В системе в данной четыре усилителя, друзья. Ребят, в чем заключается инсталл? Инсталл делался в автокасте ребятами в нашем установочном центре. Здесь очень грамотно, очень, как сказать, высокая и эффективная, так скажу. Вот сделана фальш-панель из фанеры, перетянута карпетом, соединены два сиденья. И даже ребята вырезали вот здесь место для, соответственно, этого крепления ремней. Видите? То есть вот здесь даже они сделали место в этой панели. Вот фальш-панель. Что здесь есть? Два усилителя спарта. Вот, кстати, я их сейчас трогаю. Вот я их давненько, ну, как не трогал, они греются. Но руку спокойно держишь, ну, градусов, может, 40. Вот так есть. На пищалке он вообще абсолютно холодный. И на сабы, на сабы он тоже вообще, в принципе, чуть-чуть-чуть-чуть. Короче, это высокая и эффективная усилитель спарта 250 на 4. У нас все просто. Смотрите, здесь идет усилитель вот этот мостом на динамике 25-ки. То есть два канала на один динамик. Вот мост. Это право, это лево. А эти идут по два динамика на канал. То есть он работает с 2 Ома. Вот мостом на два канала усилителя вот этот динамик. И на два канала в той двери динамик. Эти динамики соединены параллельно. То есть плюсы-минусы динамиков мы взяли, соединили. И пустили на первый канал. Эти динамики на второй канал. И, соответственно, та дверь на третий, четвертый канал. То есть у нас на одном усилителе спарта 250 на 4. Вот он здесь. Идут 8 динамиков. И скажу так, самый прикол, что вы сейчас мы слушали, они одинаково играют. Этот усилок нагрелся больше. Он теплее, чем усилок на 30-ки. А по разу, соответственно, не нагрелся. Дальше по дистрибьюции. Вот такие дистрибьюторы мы использовали. В качестве минусовой платы мы использовали пластину. Она здесь есть. И у нас в багажнике добавлена секция. Одна лишь секция 40-го титаната. До этого в том году, когда у меня был усилительный сабик не сильно мощный. Вот 30-го титаната хватало секции. Но в этом году мы поменяли. Тут все технологически просто было сделать. Вот стоит титанат. Стоит колба с предохранителем. Это у нас идет как дополнительное питание. То есть, соответственно, смотрите. Сейчас я вам расскажу. Как говорится. Поясни, объясни за инсталл. Здесь у нас идет от штатного аккумулятора плюс и плюс от титаната. Непосредственно. Приходят дистрибьюторы. Это важный момент. И минус также. От титаната и от штатного кислоты приходят минусы. Дальше у нас пошло расключение на плюсы. У нас идет на один усилитель вот этот плюс. На этот усилитель отсюда плюс. И плюс идет на третий усилок. Все элементарно просто. То есть, у нас три усилителя и три, соответственно, плюса. Также у нас уходит плюс на усилитель на сабы. Сейчас его покажу. И минус также. Кстати, назовем видос система за 330 тысяч рублей. Я посчитал все, что сейчас сколько стоит. С учетом небольшой шумки, дверей и багажника. А, я не посчитал еще динамики. Давайте все-таки 350 тысяч рублей бы. Потому что у нас же еще есть тылуха, друзья. Сейчас вам ее отдельно покажу. И вот усилитель. Он питается тоже у нас нулевкой. Это широкополосник FD3800. Объясню, почему взял его. На самом деле усилок не такой эффективный на сабыфер, как мог бы быть какой-нибудь трех или четырех киловаттник. Но данная конструкция мне позволяет слушать и саб, и в течение 30 секунд я могу поменять эту систему и слушать тыл. Сейчас вам это и продемонстрирую. В принципе, по техническим моментам системы я рассказал. Усилки рассказал, динамики рассказал. Ссылочки мы добавим в описании. На все, в принципе. И дальше, смотрите. В том году у меня не было тыла. Стоял двухкиловаттный усилитель. Сабы стояли. Но думаю, блин, что еще добавить? Что еще добавить, чтобы было совсем уже, да, вот. Уже все попробовал, так говорится. И в этом году сделана вот такая Михаилом конструкция. Это тыл, друзья. То есть тут есть подсветка, но она в силу того, что мы пока еще не решили вопрос фона при включении подсветки. Пока она отключена. Ну и пока она, в принципе, не нужна. Он сейчас лето. Ее негде демонстрировать. Если я сейчас ее включу, она, ее не видно будет. И у нас, получается, динамики 5 штук Спарта SM164. То есть у меня Спарта стоит в дверях 20-ки. И здесь 16-ки. То есть я подумал о том, что нужно попробовать все. 25-ки пробовал, окей. Стоят рупора, стоят 16-ки в тылу, 20-ки стоят во фронте. И 30-ка стоит во фронте. Все. Ну и саб. Тут по сабу история такая. Зимой попробовал несколько разных сабов. То есть я стараюсь, в принципе, тестировать все сабы, которые мы продаем. Почему? Потому что хочется понять, как действительно они работают. Насколько надежный, насколько приятный, интересный бас. Насколько они качественно работают, играют в седане. Это, в принципе, получилось попробовать. Но уже к сезону я подумал о том, что надо поставить сюда максимально что-то интересное. Чего хватит штатного питания системы. И был установлен саб Форс линейки Лайт. Это 12-ка. Просто я попросил сделать мне полный карбон. Он добавляет немного денег. Его делают вручную. Ну, то есть сборку в Ростове. Но у меня получился Форс 30D2 Лайт фулл карбон. Офигенный саб вообще. Это я вот слушаю уже недели две. Получаю удовольствие. Дальше. Вот эта конструкция тыл. Она уже просто так не держится. Кто-то мне рекомендовал, говорит, сделай здесь какие-то фиксаторы. Может быть сделаем, я не знаю пока как. Какие-то там шпили. Но был интерес сделать такую подставку. И она была сначала здесь в карпете такая стрёмная. Жека, тебе спасибо. Я тебе вернул, кстати. И Миша попросил организовать, что подставка держала вот это вот крепление багажника. И выглядело четко. Она выглядит реально четко. Мне нравится. Единственное, что, конечно, если сделать здесь два крепления, о чем я в принципе уже задумался и, наверное, сделаем, то было бы эстетически красивее. Ну, пока вот это вот, ребят, давайте посмотрим оттуда законченную систему, как она выглядит на соревнованиях. Она выглядит именно так, на соревах. Вот. Тыл я включаю только тогда, когда мы слушаем музыку где-то на улице или на соревках, потому что тыл он не нужен. А сап я врубаю тогда, когда мы, соответственно, слушаем в салоне. Давайте сейчас я... Пойдем сюда, кстати. Смотрите, друзья, есть вот такой быстросъем. Я тут черным цветом обозначил минус. Это разъем быстросъем, через который подключается или сап, или тыл. Друзья, вот сейчас, сейчас подключен сап. Давай вот я, кстати, врублю и покажу, что подключен сап. То есть у меня подключен сап, я приехал куда-то на тусу, на соревки, просто потусить на природе где-то и музыку продемонстрировать. Что я делаю? Я отключаю систему акустическую, то есть убираю питание от системы, иду в багажник, уберу провода, этот быстросъем. Вот это у меня сап. Я этот беру быстросъем и подключаю его к тылу. Все. То есть тыл подключен. Теперь усилок дает питание на тыл. Но, Паш, пойдем сюда. Это еще не все. Есть очень важный момент. 99-й это вообще кладезь, друзья. Это просто кладезь. Это я даже не скажу как. Теперь мы заходим в фильтр САБА. А здесь фильтр САБА, он очень широкополосный, то есть там вся полоса. То есть от 20 Гц там до 20 тысяч Гц. И мы этим фильтром делаем настройку нашего тыла от 125 до 8 тысяч. А до этого был от 25 до 6300. Все. Теперь у нас работает тыл, друзья. Погнали слушать. Погнали слушать. Погнали. Погнали. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Двери прикручены вот этими закладными Такие вот болты Соответственно стекло опускается максимум вот так Это есть нюанс Есть смысл такой Что я стекло опустить в данной компоновке В данной сборке до конца у меня не получается Это есть такая особенность Сначала было вроде дискомфортно Но он максимально опускается докуда Потому что там болт стоит прямо в металл И стекло просто опуститься не может Также давайте покажу вам по фону Есть нюанс Многие спрашивают У всех как бы есть такой наводки Фон так называемый Вот смотрите Вот сейчас магнитола включена Ну вот Есть небольшое какое-то шипение Оно такое для меня уже не особо слышимое Но это называется Небольшие такие помехи Но при включении музыки Сразу немного громче В этих помехах слышать не будет Вот и все В этом весь смысл То есть просто раз вы собрали себе громкую музыку Слушать ее громко И эти помехи Небольшие наводочки Которые могут присутствовать в данной системе Вы можете их не слышать Или момент другой Это разобраться Все-таки решить этот вопрос Насчет наводок узнать Все же я ставлю басовые треки Машина 14 У нее вольт На вольтике Субтитры создавал DimaTorzok У тебя мягкая, у тебя приятная Мягкая, приятный бас Друзья, мягкий, приятный бас здесь Но он такой нормальный У меня вот эта даже штука От очков открывается Вот эта штука бывает То есть уже так нормально надо будет Может быть унил эфант как важней короче смысл какой ребят этот басуха есть она классно играет сейчас мы еще кое-что для вас поэкспериментируем проедемся в машине включим внутри музыку громко и посмотрим как и на улице это слышно потому что я много замечаю что все хотят показать свою музыку как-то на улице но вы увидите как это все на улице слышно на самом деле сделаем это все отлично ну все ребят погнали тогда слушать вам отличного дня уральскую пятерочку вот такой автомобиль есть у меня обращайтесь в магазин автокаста за автозвуком мы стараемся вникнуть в каждого из вас вникнуть в то что вы хотите собрать и не превысить ваш бюджет это самое главное поэтому приезжайте слушайте лантру в челябинске в катеринбурге и вот мы планируем в мае поехать по россии и тоже показать свой автомобиль пообщаться с людьми которым это интересно все пока 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 ребята привет смотрите мы стоим между самарой и уфой в пробке вот нам ехать еще нормально время вечер вот и сейчас надо поэкспериментировать в городе ты как-то не получатся снова пробу я врублю песню паша будет на обочине его буду проезжать и он посмотрит как трек в принципе ну играет этот проверен окей на проезжающей машине как слышно как слышно машину наружу потому что музыка собрана внутри вот я открою окна и мимо павла приеду он поснимает как вообще слышно не спеша идет кортеж языке деревянбурге в челябинске соперники не справимся считали но сами на удачу полагались держи уральскую пятерочку да по рукам суета по городам движа ждет толпа а